здравствуйте сейчас мы расскажем вам про роутеры 3g 4g lte как вся эта лобу день должна работать как себе сделать хороший интернет на даче в деревне ну и вообще где где-нибудь за городом какие вообще бывают роутеры какие нужны антенны как это должно работать ну начнем самого простого самый дешевый эконом вариант это конечно вот такой юсб модем значит самый простой вариант юсб модема лучше конечно брать 4g современные модема у которого есть внешний разъем модема бывают разные с разъемами под т.с. 9 и под crc у нас модель мегафона под т.с. 9 разъем это либо по-другому название у него zte 823 823 значит вот это 4g модем 3g который может работать в режиме 3g в протоколе dc hsp плюс это самый последний протокол формате 3g который позволяет но вплоть до 20 до 30 мегабитров занять скорость но больше чем 17 лично я не видел в нашем регионе у него имеются два входа применяется только один 3g 4g тоже один но можно задействовать 22 намного лучше будут потому что они будут работать в режиме мимо технология более быстрый будет обратный канал если подключить скажем к одному выходу в режиме 4g это и и то сигнал будет все будет работать расскажем как появится если переключить эту же антенну в другую гнездо выводит то связь вообще пропадет но если подключить оба то результат будет лучше на спид тесте это будет реально заметно у нас переходники сделаны по дэв бывают переходники здесь может быть как м так тнс и и нс ма все что угодно мы используем подым потому что просто разъем дешевле другой вид по цене это мобильный роутер все в принципе тоже аналогично также два гнезда 1 по 3g другой путь для четверки используется особо разницы нету те же самые деси часа и спай плюс плюс 4 джилл ты работа под всех операторов можно разблокировать все прекрасно работает это более не экономные варианты по дороге ты как бы экономный вариант возможности вай-фай идет дальше у нас немножко роутер стационарной но постарее то есть его возможности и числа и плюс то есть до 28 мегабит разгоняются но где-то имеет значение такой поставить лишь что более выгодная скорость будет на этом хотя это то работать везде дина пока еще протокол не снимается реализация здесь устанавливается сим-карта данный роутер имеет 4 lan порта юсб можно принтер подключить и либо другое просто и телефонные адаптеры g11 сюда подключается внешний антенна разъем здесь я сама питание по юсб как принтера включать не будем 10 идет индикация кнопка вай фай включения то есть вот такие роутер используем для интернета в частном доме получается вай фай и в организациях установлены для удаленного видеонаблюдения то есть не нужно подбирать модем к регистратору и интернет в организации и сразу же можно на видеоргистратор подать подключается что делается с переходничком можно навернуть разъем из моев либо скажу сборочку другую так это дело выглядит кабель можно подключить вот такую сборочку я сама 5d также наворачивается и переход на большой гнездо подъем такой вот роутер роутер ювей 683 также сблокированы цена у него на данный момент недорогая примерно одинаково с этим есть отечественные роутер на делали про него обзор тоже 4g шный также два разъема под лт и мимо разъем антенна под вай фай разъем будет в комплекте также два лана sim карта но обычный роутер то есть особой разницы здесь сделан десна что выход сделан по 2f разъема для удешевления то есть аналогично как здесь вот получается хилы и 51 770 51 не помню же короче мегафоновский роутер тоже четырех лично правда встроенная антенна мимо есть но внешняя антенна по 4g 3g 1 также использовать можно так переходник так можно и сразу использовать кабельную сборку есть встроен аккумулятор здесь у нету сим-карта один лан порт один телефонный разъем как здесь так и здесь можно подключать телефон и разъем аналоговый использовать его как gsm шлюз но не все оператор позволяет звонить 3g поэтому да и многие сейчас запрещают станции запрет стоит поэтому особого смысла в этом разъеме нету также поддержит не сейчас 5 плюс то есть два устройства пока одно и только вот это вот устройство не поддерживает данный протокол skylink новый оператор появился у него значит также под установлены две антенны заводские также имеются 3 lan порта правда на дом написано lan ван но прошивка не позволяет его использовать стационарный роутер нет у него такой возможности 4g максимально что мы достигали до 14 мегабит 4 в обратную больше он не позволяет но это ограничение на базовых станциях если антенна маленькая то есть сигнал слабенький сюда также можно поставить переходники либо подключить кабель на сборку для подключения внешней антенны отвернули внешние можем наверно кстати из моих переходники либо из моим то есть тут потому что больше нравится какой кабеля используют какие какие разъем используют то есть вот так вот сюда подключается две внешние антенны кабель все это дело работает прекрасно это если сигнал сигнала маловато с родными для skylink применяется уберем к можно применить внешнюю цену которая рекомендована оператором на их сайте вот такая вот антенна вот естественно нужна пара пара антенна обойдется почти в 4000 рублей то есть она так вот приворачивается на второе не будут доставать здесь все с половиной метров кабеля две антенны до работает сигнал будет но антенна фуфлом антенна усиливает всего лишь получается усиление на 8 децибил мы вам рекомендуем для этого дела лучше переплатить и приобрести вот такую антенну это вот антенна у нас мт-457g yg то есть она разъема мы уже делали обзор пройти антенна то есть вот эта антенна реально 12 и 30 децибил там на с половиной примерно то есть от нее будет эффект можно поставить соответственно толстый кабель 5d на котором потери будет два раза меньше чем на ржи 58 на разной антенне и переходничок то есть практически будет 11 децибельное усиление антенны полностью заводиться на протор это вот будет самый оптимальный вариант того что есть дальше с коленка мы наверно закончим дальше будем рассматривать какие у нас антенны и что лучше применять для 4 3g берем самый экономный вариант юсби модема если модем разместить повыше чтобы не делать длинные кабеля антенны от модема до антенны да можно использовать переходник через витую пару не юсби удлинитель а удлинитель через витую пару юсби 20 позволяет до 50 метров прокинуть вплоть до 40 мегабит данных что в принципе достаточно как для 3g так и 4g одна часть вставляется непосредственно в модем вторая часть вставляется непосредственно в компьютер либо в роутер там ты пылинка длинка но обычно микротики соединяются они на демонстрационном кабеле обычной витой пары 8 жильный если если купить экранированный провод будет просто шикарно будет только лучше то есть принцип вот такой китай пара может достигать до 50 метров для чего это применяется можно взять пластиковый бокс в нем установить модем с таким вот адаптером и соответственно отсюда это все дело может стоять на улице для чего бокс сейчас мы это все расскажем антенны мы применяем где вообще неплохо применять панели панельные антенны потому что у них угол приема примерно 30 40 горизонтали что проще наводки для обычных людей и для мастера тоже антенны ну скажем для 3g 16 децибел у нас дополнение до 16 до 17 ведь у нас 18 децибельные антенны разъемом f и разъемом поляризации вот так вот соответственно тут надо подбирать как к определяется будет либо горизонтально либо вертикальная то есть в любом случае это все делать экспериментально анализатором спектра выявляется если его нет тогда через модем через шкалу на глаз палка метром если глаз на вид останется только морду набить в общем туда принцип какой берется боксик крепится модем соответственно в него можно закрепить его так что разъем будет внутри можно через переходничок небольшим кабелем то есть все это дело как скажем вот так вот устанавливается так вот это все будет выглядеть у нас витуха будет выходить от любых кабелек выходить все вот у нас нормальное устройство потерь между модемом и антенной минимально 0 2 децибела берем наши панельки почему n и f разъема вот сейчас скажу бывает что нет смысла на там пяти семи метров приберять 5d многие говорят да из экономии можно поставить комскоп либо был дан до хорошие кабеля но потеряете на рассогласование малек лучше конечно использовать n и 5d кабель вот такого плана до вы переплатите за кабель зато вы сохраните 50-ом на согласование с антенной и модема соответственно весь вся мощность передатчиков пойдет на станцию вы не потеряете входной сигнал на согласование между антенной кабелем и устройством вот то есть можно конечно применять 575 умные кабеля но это уже экономия если сигнал позволяет допустить сигнал хороший на втором этаже на первом его нету тогда имеет смысл это всем делом заниматься но лучше конечно не экономить и сразу покупать кабель антенна панелька 20 децибел угол обзора примерно такой же 30 градусов вот конкретный достал сейчас модель с разъемом f есть также под н 20 децибел 3 децибела это значит что площадь антенны будет примерно в два раза чем скажем 8 семнашка ну семашка они у нас были практически такие сейчас просто нет их то есть 18 вот примерно чуть меньше этот раз три децибела что еще вот такие антенны ставится на мачте есть антенна китайские всякие сотобоксы вы не фильме сотобокса беркуты коннекты 20 коннекты стрит 0 всякие сотобоксы 3g локусы толку от этого нету кабель должен быть толстый 5d антенна должна быть 18 или 20 децибел реальная вот эти антенны которые мы рассматривали это воронежского производства китайские рассматривать не нужно все проверено многократно они не работают это давно это не антенну ну в общем то все что хотели рассказали значит по установке антенна должна устанавливаться на высоте примерно 7 8 метров от земли то есть лучше брать кол 10-метровый не менее либо мачта 10-метровый мачты кстати очень недорогие довольно таких пределах там 5000 можно 10-метровый мачту с креплением приобрести все это дело разместить и установить так что еще хотели сказать очень тяжелых случаях можно использовать антенны усилители антенны усилители бывает двух типов но в таком случае применяем это пикацеловский усилитель на 40 децибел так вот он выглядит по данный разъем и соответственно воронежский унка без том на 18 децибелых силами это старый образ то сейчас новый память вот как раз для них используется бокс но для этого мы используем этот бокс для побольше мы используем побольше бокс есть еще третий вариант это илона закончился продали последний сегодня там у него усиление 10 децибел он как раз средний ценовой политики будет находиться но он крепится непосредственно к антенне питание здесь подается через по кабелю через инжектор запитывается здесь кабель здесь питание подается непосредственно разъем поэтому этот немножко неудобно использовать но у него сигнал шум меньше есть свое руту есть это более дорогой но более эффективно стоит на порядка 13000 это порядка там 6000 стоит стоит того то есть в пределах 20 километров от базовой станции этот усилитель способен вытянуть 3g сигнал желательно чтобы поднимать антенну как можно выше желательно будет и панель 20 поставить децибельный вот наверное вот как раз на этом все мы рассказали до свидания пробуйте